А вот эта хрипатость, вот это моя, вот это моя несмыкалка, у меня несмыкание. Потом, меня даже из Щукинского училища отчисляли за... Да вы не можете быть артистом, у вас несмыкание, и оно невылечиваемое. Эти хрипы не убрать. Но потом, как оказалось, я таки закончил Щукинское училище, и на театре работал на полутора тысячниках, и ничего. Кайф! У нас тут есть все, что хочешь. Гляди. Сиди, ФМ, ТВ, телефон, полный бар, видео. Если твой друг чего-то хочет, я знаю пару медведиц. Думаешь, ты мудрец, Митрандер? У тебя изощренный ум, но ты не мудр. Думаешь, глаза Белой Башни ослепли? Я видел больше, чем ты думаешь. Левой рукой ты прикроешься мной, как щитом от Мордора, а правой рукой попытаешься выжить меня. Я знаю, кто подвязается с Теоданом Роханским. О, да. До меня дошли слухи об этом Арагорне, сыне Араторна. И я заявляю тебе, что я не склонюсь перед этим странником Севера, последним из угасшего рода, давно лишенного короны. Не хочу больше слышать это дерьмо. Я мог бы вас просто прикончить. То есть я имею на это право. Но мне нужна машина. Итак, даю вам последний шанс. Верните мою тачку вместе с теми ублюдками, которые ее угнали, и побыстрее. Ну, дошло до вас? Отлично. Я снимал кольцо, чтобы избавиться от чувства вины. Я? Я все хотел бы исправить в своей жизни, но, боюсь, от меня уже ничего не зависит. Ты заслуживаешь лучшего. Я принес вам самые новые прибамбасы. Взгляните. Новейшие шпионские часы. Полный коммуникационный центр прямо на запястье. Мобильный телефон, интернет, спутниковое телевидение, все, что хочешь. Эта крошка может все, что угодно, только не показывает время. Не показывает время? Нет, туда столько всего понапихано, что не осталось места для часов. У тебя уже галлюцинации. Нервишки шалят. Даже вот закурил. Знаешь, это странно. Что? Никому не удается бросить курить. Ведь курильщик обязательно закурит, если плохи дела. А у тебя они плохи. Замолчи, со мной все в порядке. Что уж. Я хочу, чтобы мой сын родился в новой, очищенной от скверной Испании. Потому что они ошибочно полагают, что все мы равны. Между нами большая разница. Война закончена, и мы победили. И если нам нужно будет убить их всех, мы их всех убьем. Убьем. Понимаешь меня? Где последний? Ультима Омбре. Один должен был остаться в живых. Куда он пошел? Я бы уходил тем же путем, что пришел. Сверху. Я не знаю. Да нет тут волков. Это что? Видел бы ты его. Для меня это пустяки. Сигареты настолько нарушили мое кровообращение, что я даже не чувствую своих рук. Так вот в чем фокус. Выпьем за Стэна Минтона, моего второго лучшего ученика. Второго лучшего? А кто первый? Надеюсь, ты никогда этого не узнаешь. Он использовал то, чему я его научил, не для защиты, а для злых дел. Лук и стрелы были вершиной военной технологии. Благодаря им, Чингисхан, правил от Монголии до Украины. Его империя была в два раза больше империи Александра Великого и в четыре больше Римской империи. Но сегодня тот, у кого новейшее оружие Старка, правит этими землями. Я потратил много времени, чтобы найти это место. Вы достойны похвалы. Я считаю, что вы очень дальновидный человек. И в этом смысле мы с вами похожи. У нас ничего общего нет. Конечно, но то, что другие принимают за суеверие, мы оба называем наукой. Компания Кейнл скупила тут все, кроме нас. Мы не продавали, они пытались провести отчуждение. Затем с нашей водой начали мутить. Недавно кто-то отравил наших собак. Значит, на дороге сегодня те фуры... Кто знает, может быть. Как только Кайзер увидит новое оружие, он забудет о перемирии. Но без моих записей... Мы отыщем их. Но я верю в вас, а не в них. Я знаю, что вы сможете добиться успеха. Это значит... Не бойся, Машери. Я твой спаситель. Я вырвал тебя из лав, зеленый... Твари. Молчи, монстр. Или не видишь, что я занят с дамой, дури. Смешно. Очень смешно. Сказать, какая между нами разница? Какая? На тебе надето ожерелье? Опа! Нет. Мы оба ушли из своих стай, но я, по крайней мере, не сменил одну на другую. Я нашел нечто большее. Да? И что же? Стадо. И в чем разница? Мы друг о друге заботимся. Гад обо мне тоже. Правда? Только что-то он не очень тебя разыскивает. Да что ты, черт побери, такое несешь? Стой, куда ты? Ну ты и Соня. Как тебя зовут? Ну тебя даже вчерашний шторм не разбудил. Говорят, мы уже приплыли в Моровинд. Нас выпустят, это точно. Благослови меня, отче. Я сильно согрешил. Очень сильно. Не, я не шучу. Я большой грешник. Да. Интересно, а за сколько его останки уйдут на Эбэй? Ой, какие же эти нелегальные иммигранты, все бестолковые. Теперь придется взять сэндвич самому. А чего ты ожидал? Того, что когда ты убьешь Визири, я просто возьму и исчезну? Ну, какой же ты глупец. Твоя ярость, твоя гордыня, твой эгоизм, все это питало меня и придало мне форму. Даже без песка у меня остаются силы, а с уничтожением Визири я смогу занять твое место. Править королевством. И с этим тебе ничего не поделать. Кто ты и что ты делаешь, слишком сильно связано. Лишить тебя одного, значит, лишите другого. А тамплиеры должны были умереть. Но ты прав. Я пытался. Я тебя выдеру, как Сидорову Козу. Сейчас я тебе покажу, сынок. Проходить-ка, пока никто не пострадал. Еще не поздно, Горош. Сними с себя мантию вождя. Мы можем закончить все здесь и сейчас. Выхода нет. Ни в этой жизни, ни в следующей. Не может быть! Вставайте, слуги! Послужите своему господину еще раз! Ты меня не одурачишь, женщина. Точно. Ты на меня все время вот так смотришь. Погоди, я только вытащу свои штаны из-под этого чертова пса. Госпожа удача улыбается. Выбери карту. Все или ничего. Я никогда не блефую. Поднимем ставки. Будь что будет. Полоски – хорошая маскировка, но не для рыжего тигра. Об тебя хорошо точить когти. Народ Моровинда был так благодарен за то, что по дорогам снова можно ходить, ничего не опасаясь, что начал называть меня святым джиубом, а потом и другими именами. Что за дерзкий вопрос? Эльф должен умереть. Либо исполняй мою волю, либо проваливай. У меня есть и другие смертные слуги. Острый лексикон для записи. Для нас – лишь груда металла. Для двемеров – целая библиотека знаний. Но пустая. Субтитры создавал DimaTorzok